Добрый день! Сегодня мы рассмотрим причины возникновения ошибки Е0.1 на котлах БАКС и способы ее устранения. Внимание! Работа с газоопасным оборудованием требует соответствующих разрешений, поэтому рекомендуем обращаться по данной неисправности в сервисную организацию. Ошибка Е0.1 является одной из наиболее сложных диагностируемых, особенно если она возникает периодически. В этом видео мы постараемся охватить все аспекты возникновения данной неисправности, так что располагаясь поудобнее. Мы рассмотрим принцип контроля наличия пламени, причины возникновения данной неисправности и способы их устранения. Первое. Принцип контроля пламени. Плата управления котла всегда подает переменное напряжение на электрод контроля пламени. На некоторых котлах один электрод совмещает функции контроля пламени и поджига. При отсутствии пламени между электродом и горелкой, соединенной с корпусом котла, ток не проходит, так как воздушная прослойка является диэлектриком и препятствует протеканию тока. При запуске горелки и появлении пламени в зоне горения образуются положительно и отрицательно заряженные ионы, которые обеспечивают протекание электрического тока от электродоинизации через горелку на контур заземления. Контрольные элементы платы управления фиксируют протекание данного тока, именуемого током ионизацией, с номиналом от 5 до 15 микроампер. За счет распределения положительных ионов по краю фронта пламени и отрицательных внутри, а также контактный металл-полупроводник, то есть электрод пламя, в совокупности этих двух факторов ток протекающий через пламя становится вместо переменного выпрямленным и имеет примерно следующую характеристику. За счет этого плата управления определяет, что пламя действительно присутствует, а не просто появился контакт между электродом и горелкой. 2. Ошибка Е01. Поиск причины и устранение. Если котел постоянно или периодически показывает неисправность Е01, это говорит о том, что либо тока ионизации нет, либо он не соответствует требуемому. Давайте рассмотрим, как с помощью простого тестера и газового манометра найти данную неисправность. Если котел пытается разжечься и пламя вообще не появляется, тогда смотрим дальше, что же нам делать. Если пламя все-таки появляется, но котел его не видит, то переходим к разделу D. Ссылки будут в описании. А. Проверяем давление газа на входе в котел. На газовом клапане имеется штуцер входного давления. Откручиваем заглушку, подключаем манометр и пытаемся запустить котел. Манометр должен показать давление в момент пуска не ниже 11 милибар на природном газе и не ниже 25 милибар входного давления на сжиженном. Б. Проверяем давление на горелку на штуцере газового клапана. Откручиваем заглушку и проверяем давление. До момента пуска котла давление должно быть 0, а в момент запуска котла должно быть не менее 2 милибар на природном газе и не менее 5-6 милибар на сжиженном. Если давление ниже, необходимо отрегулировать газовый клапан согласно инструкции, немного добавив давление гайкой регулировки минимального давления. Если давление в момент пуска не изменилось и осталось равным нулю, тогда В. Если газовый клапан не открывается, то проверяем выходит ли напряжение с платы. Напряжение на газовый клапан идет 230 вольт переменная. Также следует проверить сопротивление катушек газового клапана. Для газовых клапанов серии Сид Сигма 845 измеряем суммарное сопротивление сразу двух катушек. Смотрим сопротивление между двумя крайними контактами. Оно должно быть около 7,4 кОм. Для газовых клапанов Ханевл 4105М измеряем сопротивление поочередно двух катушек. Сопротивление между первым и вторым контактами должно быть около 1,3 кОм. Это первая катушка. Сопротивление между контактами 4 и 5 должно быть около 2,85 кОм. Соответственно вторая. При существенных отклонениях от заданных параметров газовый клапан под замену. Если сопротивление в норме и напряжение с платы выходит, тогда иногда может потребоваться заменить провод от клапана к плате. Если газовый клапан марки Ханевл, то в проводе имеется диодный мост, который также может выходить из строя. Г. Проверка электрода поджига. Необходимо убедиться в его частоте. Можно замерить сопротивление от края. Оно не должно превышать 1,2 Ома. Край электрода должен располагаться над горелкой на расстоянии 3-4 мм. Быть целым без видимых повреждений. Провод должен иметь надежный контакт с платой и электродом, без явных изломов. В некоторых случаях провод от электрода поджига до платы может иметь встроенное сопротивление. Искра должна идти четко с края электрода на горелку. Если искра бьет с электрода в сторону или идет с середины электрода, тогда почистить горелку, почистить или заменить электрод с проводом. Д. Если горелка разжигается и гаснет, а при этом котел не видит пламени, то вероятно перепутана полярность питающей сети. Такое иногда бывает, если пользователь перевернул вилку в розетке. Однако есть еще ряд причин. С помощью мультиметра необходимо замерить либо в розетке, либо на автомате разницу потенциалов между фазой и нулем, фазой и землей, и нулем и землей. Между фазой и нулем, согласно нормативам, должно быть напряжение 230 вольт плюс-минус 10%. Т.е. от 207 до 253 вольт норма. Между фазой и землей должно быть напряжение в точности столько же, сколько было между фазой и нулем. Если покажет 0, то земли вообще нет. Далее измеряем напряжение между нулем и землей. Должно быть не более 0,1 вольта. Если больше, то это может быть причиной ошибки Е01. Как запустить котел без земли или от генератора, смотрите также на нашем канале. Ссылки будут в описании. Внимание! Иногда причиной данной ошибки может быть стабилизатор или генератор. Поэтому после выполненных проверок, также необходимо попробовать запустить котел без них. Если все проверки показали исправность электросети, тогда необходимо проверить разницу потенциалов между нулем и газовой трубой. Если по газу приходит небольшой потенциал, то для его устранения можно использовать диэлектрическую вставку на газовую трубу. Все хорошо? Идем далее. Е. Проверяем элементы котла. Для начала убедимся в хорошем контакте между платой, проводом и электродом контроля пламени. Провод в месте контакта садится в натяг и не должен болтаться. Проверяем целостность самого электрода. Целостность изоляции. Замеряем сопротивление всего электрода от его конца. Оно не должно превышать 1-2 Ома. Если электрод покрыт слоем остатков продуктов горения, необходимо его очистить или заменить. Вероятно с проводом. Расположение электрода также является ключевым фактором. Конец электрода должен располагаться над горелкой на расстоянии 3-4 мм от нее, как указано в паспорте котлу. Также очень внимательно нужно отнестись к чистоте самой горелки и чистоте первичного теплообменника по дымам. В случае присутствия остатков продуктов горения, их необходимо удалить. Чистить электрод, горелку и теплообменник снаружи допускается только пылесосом и щеткой с неметаллической щетиной. Можно также использовать соответствующие средства без абразивов. Последнее, что необходимо проверить, так это давление газа на горелку. При подключенном манометре оно не должно быть ниже 2 милибар на природном газе и не должно быть ниже 5 милибар на жирной. Если все выполненные проверки не дали результата, то есть небольшая вероятность неисправности платы. Как правило, возникающие вследствие гроз, скачков напряжения или иных внешних факторов. На этом все. Скорее всего вы уже нашли причину и заканчиваете ее устранение. Если останутся вопросы, будем рады ответить в комментариях. Продолжение следует...